Сегодня в стране отмечается День Семьи, Любви и Верности. Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 18 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. В нашем городе есть семейные пары, которые являются примером настоящей любви и верности. Это те люди, которые рука об руку прожили несколько десятков лет и сумели сохранить свой брачный союз, несмотря ни на что. Накануне праздника в городском отделе ЗАГС чествовали юбиляров совместной жизни. Семья Першиных и семья Гайбджановых сегодня отмечают свои юбилеи совместной жизни. Вениамин Александрович и Вера Николаевна Першины в браке 55 лет. Воспитали двоих детей, сейчас у них подрастают трое внуков. Глава семейства всю жизнь работал на старом кожзаводе, а Вера Николаевна трудилась на Аршинском суконном комбинате. За долгие годы, что супруги были вместе, многое пережили и повидали, но все же сумели сберечь семейное тепло и светлые чувства друг к другу. Был все. И ругались, и скандалили. Так живем. И детей воспитывали. И всегда вместе. Всегда мы вместе. Никуда мы так не отходили, никуда. Детей вместе воспитывали. Она на работе, я дома. Я дома, она на работе. Старались в разные смены работать. Внучка скоро должна принести нам правнука. Ждете правнука? Да, ждем. Ждем. Да ждемся, нет ли, но стараемся. Сегодня, как и 55 лет назад, семья Першиных оставила свои подписи только в почетной книге юбиляров нашего города. И скрепила свой брачный союз изумрудным поцелуем. Уважение и понимание друг друга – вот секрет настоящего семейного счастья, считают супруги Гайбджановы. В этой дружной и крепкой семье родилось двое детей. Появилось четыре внучки и один правнук. В этом месяце Иркин Гафурович и Галина Петровна отметят золотую свадьбу. Своим личным примером счастливого брачного союза эта пара воспитывает молодежь. Где-то, может быть, надо немножечко уважать мнение его и прислушиваться. А он к моему, и все будет нормально. Любовь может быть, бывает, несколько лет, а вот уважение – это уже друг к другу. Это уже вся жизнь. Чтобы молодые вот смотрели и брали пример с нас, чтобы жили долго, не разводились, не расходились, потому что разводятся, остаются детки, а детки – это будущее наше. От лица главы города, от себя лично, конечно, все слова, пожелания, всего самого хорошего на тот период времени, семейной жизни, который для вас еще будет. А сегодня мне особые слова хотелось бы сказать в благодарности вашему мужу, потому что если женщина спустя 50-летие в совместной жизни выглядит как настоящая роза, значит, мы с мужем ей повезло. Настоящий крепкий союз не разрушит никакими невзгодами, житейскими проблемами и трудностями, считают наши герои. Семья – это то, что дает людям силы, греет их сердца и делает по-настоящему счастливыми. Ирина Птуха, Алексей Шаповалов, новости этого рассказа.